Так, я предлагаю тогда начать. Сегодня на второй половине дня у нас будут выступления коллег из Перу, из Мехико и из Санкт-Петербурга. Будет выступление Златоуста. Готовьтесь задавать вопросы. Я подниму микрофон, все, хорошо работает, спасибо. Здравствуйте всем, спасибо большое организаторам, спасибо большое за чудесную конференцию, очень рад здесь присутствовать, очень рад с вами познакомиться. Меня зовут Александра, я специализируюсь на подготовке к тестированию по РКИ, коротко буду называть ТРКИ. И сегодня я бы хотела поделиться с вами опытом подготовки и некоторыми советами, которые могут оказаться полезными для подготовки студентов, которые рискуют сдавать С2 или ТРКИ-4. Перед тем, как начать, хотелось бы задать вопрос, он стоит перед всеми, что такое С2? Вот как вы понимаете, что человек, стоящий перед вами, достоин, в кавычках можно сказать, этого замечательного титула? Я не говорю только о русском языке, я говорю даже о испанском, об английском. Вот как вы думаете, С2 это кто? Ну, приближен к уровню носителя языка, отлично, спасибо большое. Вот как понять, что человек приближен к уровню носителя языка? Как вы слышите? Возможно, это произношение, возможно, это словарный запас, возможно, человек за тебя, не знаю, Троцкого или что-то, и он сразу говорит, о боже. Как вы думаете, что такое уровень носителя? Свободное общение. Свободное общение. И здесь разные ответы, то есть я слышала разные определения, я их здесь тоже приведу. Свободное общение – это общение в любой ситуации, чаще всего, точек, не теряется. Даже если он внезапно, краем уха, слышишь, когда обсуждают абсолютно незнакомую ему тему. И очень частый критерий, который я тоже слышу, когда человек начинает замечать ошибки носителя языка. Он начинает понимать, что, во-первых, носитель не идеален, во-вторых, носитель не страстный, и, в-третьих, он начинает идентифицировать ситуацию общения. В целом, в основном, мы руководствуемся системой СЭФОР. То есть, когда вы видите критерии описания, это европейская система определения уровня. Она универсальна, она относится ко всем языкам. То есть, вы можете для презентации тоже совершения опубликовать, написать. У них появились новые дискрипторы 2020 года, обновленные. И если мы будем говорить про СЭТ-2, вот что там есть. Там есть на английском, на испанском, помню. На немецком, я себя правильно помню, пожалуйста. На русском есть, мы переводили. Ура, ну вот, 20-й нашла на английском, перевела, ну, помню, там тоже есть. То есть, обратите внимание на следующее. Там разные разделы, но в основном, если говорить о понимании, это любая устная речь в быстром терпе, причем не всегда обращенная к этому человеку. То есть, человек может слушать краем уха, правильно, и хотя бы тему не поймать. Также это социокультурные детали. То есть, человек понимает, в какой ситуации, какие отсылки может делать говорящий. То есть, если человек начинает с цитаты, если это, конечно, очень знаменитое произведение, то с большой долей вероятности, хотя будет понятно, что здесь какая-то отсылка. В идеале, чтобы человек еще понял, ну, что отсылка. Если говорить про типы текстов, то, опять-таки, это, конечно, очень универсальная фраза, все типы текстов, но что здесь имеется в виду, это совершенно разные стили. То есть, человек может прочитать договор, человек может прочитать записку. Человек желательно бы всем хотя бы частично понятно, и человек хотя бы в этом не утонет. Ну, или, если долго сидеть, то прочитать. Но, опять-таки, я сейчас буду рассказывать про опыт подготовки. Там мы читали даже Кристолской. То есть, это, конечно, было невероятно, это заняло огромное количество времени, но это вполне возможно. Если мы говорим о продуцировании текстов, то есть, я говорю сейчас про письменные, я говорю сейчас про устные, то это практичные тексты. То есть, даже если человека спихнуть на другую тему, мы, скорее всего, не потеряем нить разговора. Это важная критерика, когда мы оцениваем речевой продукт, тестируем его. И тексты с конкретной целью. Вот, когда мы доходим до уровня ЦИН-2, там подразумевается, что человек владеет всеми возможными инструментами. Но он еще может их использовать для того, чтобы убедить человека поспорить, потребовать. Там действительно будет говорить такое задание, потребуйте, пожалуйста, постель за белье в плацкарту. То есть, ну, там, конечно, сейчас задание переделали, но идея примерно такая. И там прочитывается позиция автора. Человек они сам воспринимают и показывают ее другим. И, если говорить о материалах, это больное место. То есть, к великому сожалению, пока не существует требований в городе ЦИН-2. Но, надеюсь, я слышала от разных людей, что они просто вводки. Очень надеюсь, когда они это сделают. У Глазунова есть замечательная программа, в которой примерно можно увидеть описание, чего хотят на уровне ЦИН-2. Но в целом, наверное, главный источник, это типа выдаст. Они опубликованы, они... Можно идти на интернете, но из них приходится прямо вытаскивать критерии, на которые стоит ориентироваться. То есть, в целом, ЦИН-2 это проблемный уровень. Когда люди хотят сдавать ЦИН-2, у них первая ситуация, они не знают, куда идти, а во-вторых, они не знают, что с этим сейчас делать. Но это очень часто бывает и с европейскими языками. Но вот, к великому сожалению, для подготовки, допустим, ЦИН-2 по-испанскому, я могу назвать минимум четыре пособия, которые именно для подготовки ЦИН-2 по-испанскому. У нас пока нет, но будем надеяться, что обязательно скоро он появится. И если говорить о том, кто это сдает... То есть, вообще, я в полном освещении от любого человека, стоящего ЦИН-2 по-испанскому языку. Это все так большого и доблого труда. Но по опыту я могу сказать, что я готовила индивидуально. И в основном, кто обращался? То есть, в основном, это люди, которые будут работать с языком. То есть, переводчики. Люди, которые сами собираются преподавать РКИ. РКИ русский как иностранный. Это бывает, особенно часто это бывает в других стране. И это бывают билингвы. То есть, допустим, у меня был человек, он билингв, он живет на территории СНГ, и он собирался поступать в магистратуру. И его попросили сдать на ЦИН-1, но он говорит, у меня мама русская, хорошо владею русским. Но сразу ЦИН-2. Вот, пошел сдавать. И часто это дипломаты, которые живут, работают в России. По крайней мере, по информации о других тоже преподавателях. То есть, все равно после 3-4 лет работы часто тоже идут сдавать. И вторая часть, тоже очень коротко, с чем, собственно, приходится работать. И расскажу немножко про то, что можно сделать. Здесь пришел человек и сказал, «Здравствуйте, я сейчас на ЦИН-2». Давайте к нему подготовимся. В целом, экзамен состоит из 5-ти частей. Ничего нового у себя состоит из 5-ти частей. Чтение письма, аудирование, говорение, грамматика, лексика. И я бы хотела в качестве иллюстрации, конечно, можете найти типовой тест, попробовать сделать с вами первое задание по говорению. То, что встречает в лоб кандидата, который собрался это сдавать. И у вас на экране есть инструкция, она есть у тестирования, но он тоже ее видит. Вам нужно поддержать диалог в соответствии с заданием. Без подготовки, естественно, задание вы не видите. И там пауза для ответа 10 секунд. То есть вообще вам нужно услышать, послушать мою реплику и возразить, используя антоним, к прилагательному «золотой». У меня 4 фразы на каждую по 10 секунд при ответа. Кто хочет на первую фразу сформулировать ответ, используя антоним на это слово. Попробуйте, это не так страшно, это просто демонстрация. Попробуйте. Антоним вызывает слово «золотой». Да, да, и слово «золотой». То есть я говорю фразу, которая содержит слово «золотой». А вы мне говорите «не соглашайтесь со мной» и используйте антоним. Оно должно приносить назначение, потому что да, если... Какое-то да, там будет... Да, ты поправок. А зачем мне прямо сейчас? А зачем мне на тебя два чуть-чуть потянули? Да, попробуйте. Не золотой. Не используйте, не запустите, пожалуйста. Она сразу снимок за содержание поставит. Ну, попробуйте. Четыре фразы, пугать, честно, я не буду. Не так страшно. Честно вам могу сказать, ребята делали эксперимент, перевели этот тест на английский. Ребята, которые владеются два по-английскому, русские, перевели этот субтест. Так как пытались его сдать сходу. Не сдали, не бежать. Так что все нормально. Я тоже чтение еле сдала, поэтому все нормально. Это к вопросу о субъективности. Это еще отдельная история. Мария, хотите попробовать? Ну, давайте. Давайте первую фразу. Ну, вот, я вам говорю, вы с вами соглашаетесь. У этого мастера золотые руки. У этого мастера... Руки рылись. Нет, ну что ты, там, не у меха какой-то попался или еще что-нибудь. Хорошо? Ну, окей. Давайте вторую фразу, кто хочет. Давайте. Давайте, Арсан, пожалуйста. Вот, смотри. А в этом отделе только золотые украшения. А вы, да, в любом отделе только бежутерия. Совершенно верно. То есть, вот у вас еще один ситуативный Антоний. Давайте третью фразу. Кто хочет попробовать? Давайте. В этом году осень по-настоящему золотая. Все деревья зеленые стоят. Ну вот, еще. Отлично. Ну и последний. Трогайте. Дарья, хотите попробовать? Давайте. У тебя золотой ребенок. Ты зря его ругаешь. Он просто чудесный. Смотри, как он здорово проиграет в грязи. Да. Можно было сделать Антоний. Можно сказать, что он не по все это там. Или тоже использовать переносное значение. Совершенно верно. То есть, вот это первое, в чем сталкивается кандидат, не зная, как он будет делать Антоний. Многозначные прилагательные. Ну и в целом, что делать, если вы, вот, реплики перед мамой. Это очень интересно станет, потому что он всегда скрывает стук. Нормальная ситуация. Это вообще, как говорили, часто такое у ТРКИ, когда первый раз, первое здание, и вас плохо прямо. Но это нормально, когда готовитесь, вы обычно работаете со стрессоустойчивостью. Это важный фактор при подготовке к ТРКИ. С усидчивостью и со стрессоустойчивостью. Потому что очень страшно. И если говорить про чтение, что бы хотелось заметить. Во-первых, часто это тексты разных жанров. И это анализ подтекстов. То есть, чаще всего можно использовать метод медленного чтения. Можно использовать и нужно читать тексты разные. То есть, с одной стороны, должен быть интересный человек, у которого вы готовите. То есть, допустим, у человека, у него был, как сказать, личный цель. Ну, человек, у него прочитали к ТРКИ. И вы знаете, после первых 50 страниц, ну, 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 это даже нормально. То есть, кому можно даже с этим что-то делать. Но, опять-таки, как это шло? Крис читалось 6 месяцев, раз в неделю. До этого человек прочитывал 10 страниц, отмечал непонятные слова, отсылки. И потом на уроке это отрабатывалось. То есть, отсылки находились, комментарии давались, скобках. Иногда писалось комментарии на русском. Иногда это был ближайший перевод на английский. Потому что человек сдавался два носителя английского языка. Изучает язык с перерывами уже около 20 лет. И собирался работать устным переводчиком. Поэтому важно было держать парну русский-английский. И также нужно анализировать позицию автора. Особенно выраженно и имплицитно. Вот почему он сейчас вот так фразу построил. Что он хотел рассказать. В этом плане помогают публицистические тексты. И, конечно, помогают шутки. То есть, человек может читать интернет. Человек должен понимать, что именно он там может встретить. Как именно на это стоит реагировать. То есть, и, допустим, вот человек желательно, чтобы понимал, что это, во-первых, отсылка на произведение. Вдруг, ну, какое. То есть, человек не должен прочитать классический канал ни в коем случае. Но примерно знать, что у мастера Маргариты и почему война и мир такая важная, нужно здесь понимать. Поэтому чаще всего доходит до конструирования мемов. То есть, допустим, это тоже очень хорошая техника на Ц2. Потому что человек так радостно такой. У меня шутки у меня уже титера. Особенно, когда ему комментарий еще пишет. Хороший, он как-то вообще заряжается. И, что самое интересное, хорошо использовать задание с ЕГЭ. Вот задание с ЕГЭ по-русскому номер 22. На утверждение соответствующего текста хорошо помогает подготовке чтения. Их очень много, и с ними хорошо работать. Что касается аудирования. Тоже, в принципе, идея такая же. Это разные жанры. Это полилоги. Это обязательно. Это могут быть такие программы, как наблюдатели. У культуры есть чудесная программа. Там всегда полилог. То есть, и хорошо ловить позицию ведущего, как она иногда может сдерживать людей. Она может их провоцировать. И вот это очень хорошо вытаскивать. Очень хорошо помогают снятые постановки. То есть, там, когда человеку важно тоже держать в полне ситуацию. И помогать самые разные подкасты. То есть, это могут быть передачи, это могут быть подкасты. У меня, допустим, слушали «Буду-зон», и тоже ничего плохого в этом не было. Потому что человек понимал, что он услышит, и что он хочет услышать. То есть, там важно дифференцировать тексты. То есть, к вам не должны, в какой-то случае, прибегать с криками на неправильное удовлетворение. Я поставил какой ужас. Вы что-нибудь, я сидит. Вы должны понимать, в какой ситуации, что вы можете услышать. Если говорить про лексику, грамматику, здесь надо смотреть с человеком. Но бессмертные произведения, грамматика русского языка, особенно синтаксис, и прогулки по русской лексике. Потому что лексика на этом уровне очень хорошая. Осталось не разобраться. То есть, вам надо понимать, где слово уместно, где слово неуместно. С видами глаголов есть интересная ситуация, что надо хорошо проверять. И чтобы человек понимал разницу, пора вставать, пора встать. Почему такая форма? Что она хочет здесь сказать? Мне не писать, мне не писать. И почему равнозначные? Увидел двух птичек, увидел три птички. То есть, здесь мы доходим до уровня, можно и так, и так. И это тоже не должно как-то пугать, но в этом хорошо разбираться. Вы, допустим, разбирались сочетанием числительных, с существительными, потому что это важно и для носителей. Здесь хорошо идут, в принципе, программы упражнения для улучшения уровня граблости. Письмо. Больная тема, в принципе, для подготовки к ТРКИ. Но в целом, самое главное, и на П21-22, это писать. Мы мало пишем. Но это не исключает письмо из СУП-тестов, поэтому нам придется это делать. Чаще всего там хорошо сделаны задания, поэтому чаще всего мы готовим себе конкретно книги. То есть, вот у нас есть конкретные задания. Допустим, там всегда есть, как сказать, эссе, комментирование, как от произведения книги или фильма. И вот про него мы, собственно, и тренируемся писать. То есть, мы тренируемся писать свой отзыв. Ну и, собственно, если говорить про говорение, и здесь у меня человек, который из СУП-тестова, должен поймать павтологию, скорее всего, и спросить, почему мы так спрашивали. А что вы хотели этим сказать? То здесь нам помогают такие вещи, как недавно изданный лексический минимум на ТРКИ-3. Очень радостно, что он наконец-то вышел. Хотя, конечно, оценивать лексический запас человека, остающегося один-цеда, очень трудно, но на него хотя бы можно опираться. Еще нам хорошо искать многозначенные прилагательные, которые с удобными разданиями хорошо пойдут. Нужно обращать внимание на фразеологизмы, потому что именно мы насыщаем свою устную речь. И, конечно, мы не все так делаем, и не всегда мы используем фразеологизмы, но это показывает речь, когда с хорошей стороны. И самое главное, мы должны общаться с разными целями. Нужно уметь убеждать, требовать и упрашивать. А это всегда очень трудно это делать. Если мы когда-нибудь надо потребовать, вот не «пожалуйста, дайте мне вот это», а «дайте мне медленно, иначе я напишу на вас жалобу». Особенно тяжело кандидатам, которые вообще природой люди очень миролюбивы и хотят ссориться, особенно с тестовым. То есть я говорю, что значит, я должен потребовать, но вдруг он не ползнет. Нет, вот вам надо потребовать. Поэтому здесь очень помогает, рассказывает, что вы в театре. И, конечно, это умение разговаривать с разными собеседниками. У нас специально даже есть задание. Вы должны объяснить какую-то идею ребенку. Долго шести лет. Какое-то абстрактное понятие, например, совесть. Как именно вы будете это объяснять? К этому тоже хорошо готовиться. То есть вы должны уметь разговаривать и с детьми, и со студентами проживого учения. Ну и в целом, очень важно анализировать все, что вы делаете. То есть здесь чаще всего выстраивается индивидуальный план, и чаще всего мы работаем на рефлексию. То есть человек должен видеть, куда он идет, и насколько хорошо он это делает. Поэтому я хотела бы закончить на том, что на главной идее «Ц2» мне не возгружен. Вполне реально, так же, как и «Ц2» по любому другому языку. Но «Ц2» не равно носителям языка. То есть это тоже важный день, кто-то студент должен понимать. Мой студент до конца не верил, что он сдал «Ц2», а у него эти проблемы с произношением. То есть он говорит, ну вот как мне могут дать пункт? Я вот там, вот, «Рыбь» правильно говорю. Ну не могут мне дать диплом, вот меня должны сейчас забрать. А как каждое дети русские? Ну вот тут такая же история. То есть и вот этот вечный вопрос, что такое «Ц2», что такое «Носитель», и всегда важно понимать, что это очень высокий уровень, и что это не равно «Носителю», и это не невозможно. Это, возможно, это долгий, кропотливый труд обоих, и преподавателей, и студентов. Спасибо большое. Спасибо, мы впечатлены. Да, это правда очень. Кстати, «Вам всегда впечатляет». Мы не доходим до этого уровня. Это трудно, и очень мало людей. Когда в первый раз, допустим, не пришли, я сначала, честно, не взялась за это, потому что я, честно, отправила свои кафедры с вами, ребята, тут «Ц2» надо готовить. Пожалуйста, возьмите его у меня. Я сказала, не возьмем, самоизвестно. И поэтому, ну да, но это, опять-таки, надо смотреть по работе. Потому что то же самое было с подготовкой к «Ц2» по-испанскому. Как бы вы когда стараетесь, допустим, вы даже можете жить здесь много лет, но все очень страшно. Вам там надо сцену писать? Сейчас тут его надо писать. Как раз у меня писать? Я думаю, что еще и на испанском? Но это совсем никак не было. Поэтому здесь только дерзать. И обязательно, потому что эти люди, у них есть конкретная цель. Это очень важно, чтобы они была конкретная мотивация. Они неприятные в этом плане. Это переводчики, это люди, которые заканчивают университет, это люди, которые потом статьи пишут по русскому языку. То есть в этом плане, главное, чтобы они не утромнули. Потому что они когда открывают, но зуму будут. И закрывают тоже. Извините, нет. У меня там 10 страниц продержались. Нет, я думаю, что такого это невозможно. Какая разница между Союзами и их употреблением? Потому что для себя главное тоже их не имя утромить. У нас ваш телефон есть, и все из-за контакта. Мне самой страшно. Спасибо большое организаторам. Очень приятно здесь выступать. Надеюсь, мне кажется, что полезно. Спасибо большое. Пока вы работаете онлайн, мы теперь знаем вообще, кому отправлять. Обовсюду. Спасибо. Коллеги, у нас онлайн выступление. Это представитель издательства «Златоуст». И разговор будет о новых электронных учебниках по русскому языку, как иностранному. Кто из вас работает с учебниками издательства «Златоуст»? Ага, есть. Поэтому вот тоже готовьтесь задавать вопросы. Сейчас ждем. Это пока еще будет. Алина, здравствуйте. Вы слышите нас? Алина, добрый вечер. Да, добрый вечер. Мы готовы вас слушать. Только вам... Может, закрыть окно, пожалуйста? Сейчас. Алина, вот он крутил на телевизоре. Алина, вот он крутил на телевизоре. А вы подождите, пожалуйста. А вы подождите, пожалуйста. А вы подождите. А вы подождите, пожалуйста. А вы подождите. А вы подождите. А вы подождите. Алина, попробуйте, пожалуйста. Алина, можно начинать. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Что же мы можем сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию, чтобы сделать все-таки использование электронного учебника эффективным? Мы как раз должны применять вот эти сильные стороны цифрового формата. Ведь существует очень много инструментов электронных, цифровых, которые помогают нам сделать урок интереснее, интерактивнее, урок, который более увлекает, более больше увлечения учеников в работу над ней. Давайте посмотрим на те инструменты, которые могут нам в этом помочь. Во-первых, это разнообразные инструменты, которые помогают нам как-то выделять текст при работе онлайн. Тот текст, который мы транслируем, когда делимся экраном. Вот у нас открыт учебник. И мы можем каким-то образом обращать внимание нашего ученика на конкретное слово или конкретное предложение упражнений с помощью вот таких инструментов, как рисование. Такой инструмент есть и у нас на платформе Златоуст, но есть и во многих других программах, которые работают с текстовыми файлами электронными. Есть и есть в зуме, если вы работаете в зуме. Для чего он нужен? Он помогает нам организовать работу на занятии и направить внимание нашего ученика на что-то конкретное в учебнике. К примеру, когда вы тренируете произношение, и ваш ученик читает слова и оживается в удалении. Вы хотите, чтобы он еще раз повторил это слово и обратил внимание в этот раз на удаление и произнес его правильно. Конечно, вы не хотите повторять это слово с вами, а мне должен звучать. Вы хотите показать, куда ученик нужно посмотреть. Вот в этой ситуации как раз вы сможете инструментом рисования отметить, обвести, подчеркнуть то место, куда нужно ученику посмотреть. Если такая же ситуация происходит при научном круге, на ученом круге аудитории, то особенно, когда у вас много учеников в классе, это, наверное, сложно будет быстро сориентировать, куда нужно посмотреть, какое слово повторить. И в этой ситуации, скорее всего, вы просто напишите его в доске. Но это займет больше времени, чем я работаю с учебником онлайн, с электронным учебником и пользуюсь такими инструментами, как прессование, которые представлены на экране. Кроме того, вы видите доску в правом нижнем углу. Доску мы на уроке онлайн используем таким же образом, как мы использовали в обычной аудитории доску для записи новых слов, для, например, когда ваш ученик совершает ошибку в каком-то предложении и неправильно использует форму слова, неправильное окончание ставит, то мы можем вынести все предложение на доску виртуальную и пропустить то место, где была совершена ошибка и попросить его еще раз повторить это предложение и уже подумать о правильной форме слова в этом контексте, в этом сочетании. Вот таким образом мы можем использовать доску, но где нам ее взять? Далеко не во всех программах, которые читают электронные книги, есть возможность раскрыть доску и что-то написать. Такая доска есть у нас на платформе. Если доски нет, то вы можете, конечно, пользоваться чатом, программой, в которой вы проводите урок. Будь то в скайпе, зуме или какая-то любая другая программа. Но по моему опыту могу сказать, что учащиеся часто не видят то, что вы пишете в чате и приходится тратить время занятия на то, чтобы просить их открыть чат и вообще найти чат, потому что не все его сразу находят. То есть, конечно, удобнее, когда текст появляется прямо перед глазами наших учеников. В зуме есть замечательный инструмент, который позволяет, сейчас я его не найду, но быстро. Но вы можете, наверняка, вы их пользовались на занятии. Этот инструмент позволяет в любом месте экрана включать и печатать текст. Но в конце урока обычно весь экран уже заполнен записями, и эти записи невозможно скопировать, разве что сделав скриншот. Поэтому удобнее, когда все-таки есть что-то типа доски и хак у нас на платформе, когда вы можете все, что было записано в течение урока, скопировать и отправить в конце занятия вашему учащемуся в виде отдельного пайла для повторений и дальнейшего изучения. Многие мои коллеги говорят, что даже работая в аудитории точно, они переносят, трансформируют лексико-грамматические упражнения из учебников в более интерактивный формат, прибегая к таким платформам, как LearnApps или WorldWall, где вы можете создавать самостоятельные интерактивные упражнения. Для чего они это делают? Ну, во-первых, для того, чтобы разнообразить эту работу с лексико-грамматическими упражнениями на занятии, чтобы сделать их более интерактивными, привлекательными для учащихся и более увлекающими. Такие упражнения уже есть на платформе Златооста у большинства учебников. В большинстве учебников уже присутствуют такие задания, в которых нужно или перетащить слово и запомнить пропуски, или впечатать слово, как вы видите, примерно на экране, и система будет показывать, где учащийся допустил в ошибку. Такие задания здорово давать в качестве домашней работы вашим ученикам, потому что при выполнении домашних заданий они сами себя проконтролируют и увидят, что они сделали не так, и сами себя исправят. И вам не нужно будет тратить время на проверку домашнего задания на уроки. Ну и, наверное, последнее, что мне кажется преимуществом при онлайн-занятиях, при работе с электронными учебниками и аудиозаписями, это то, как организована работа на аудирование на онлайн-занятиях. Если мы говорим про обычную ученую группу аудитории, у нас к учебнику обычно идет или диск с аудиозаписями, или в современных учебниках обычно есть QR-код. Если это диск, то нам нужно искать проигрыватель. И, например, если у вас нет дисковода в компьютере, как у меня, то это может быть проблематично. Если это QR-код, то обычно мы пользуемся мобильным устройством для того, чтобы раскрыть аудиозапись. Если у вас нет интернета, то, скорее всего, она не раскроется. Если она раскроется, но у вас большая аудитория и много учащихся, то звук, наверное, будет недостаточно громким. Таким образом, вам нужно будет как-то пересылать ссылку на эту аудиозапись на компьютер. В целом, все это достаточно неудобно. Если мы говорим про онлайн-занятия, у нас обычно все под рукой находится на компьютере. На платформе ZLOTAUS аудиозаписи организованы таким образом, что в каждом уроке у вас справа, как вы видите, есть список тех аудиозаписей, которые соответствуют именно этому уроку. И мы раскрыли то задание, над которым вы сейчас работаете. Можете включить, проигрывайте и организовать профсику аудирования. В завершении хочу сказать, что вы можете протестировать все те инструменты, о которых я сегодня говорила, на платформе ZLOTAUS. Вы можете перейти на нее в буклевом коду или по ссылке, ну, печатать ссылку в свой браузер в мобильном устройстве. И там представлены бесплатные фрагменты популярных учебников, целые уроки, которые вы можете провести с вашими учащимися, пользуясь инструментарием платформы. Мы будем благодарны за комментарии и пожелания к улучшению этого инструментария, поскольку платформа растет, разрывается, и мы, конечно, прислушиваемся к тому, что необходимо преподавателям на онлайн-куроке. Большое спасибо за внимание. Спасибо вам большое. Это действительно было очень интересно. Да, вошел. Сегодня было особенно интересно, потому что мы увидели действительно инструментарий и как с ним работать. Я вам очень благодарен за это выступление. Пожалуйста, вопросы коллеги. Вопросов нет, но мы в самом начале вообще спрашивали, кто работает с учебниками Златоуста. Поднимите, пожалуйста, еще руки. Да, у нас это уже вторая аудитория после Буэнос-Айреса, и везде большинство учителей работают с вашими учебниками. Поэтому желаем вам только успеха. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас еще одно живое учное выступление. Я, пожалуйста, прошу вас, Елена. Я очень быстро. Все уже встали. Я буду говорить об интерактивных заданиях на руках РКИ. Все вы знаете, что сейчас все чаще звучит мысль о том, что учиться должно быть увлекательно, весело. И хотя я сама считаю, что изучение иностранного языка без усилий это такой мир для самоуспокоения. Это всегда работа и преподавателя, и ученика. Но, тем не менее, мы можем сделать занятия веселее, разнообразнее. Это и Валерий нам вчера показал, и сегодня Сергей. И я постараюсь тоже это сделать. Есть коллеги, которые говорят мне, да, классные интерактивные задания, весело, но времени на уроки вообще нет. Мы теряем время, когда этим занимаемся. Я не согласна, потому что, во-первых, есть такие задания, на которые у нас уходит всего 2-3 минуты. Ну, 5. Это те же 3 минуты, на которые ученик иногда просто выключается и сидит в телефоне или думает о своем. Эти 3 минуты мы можем потратить на игру. И он уже и в телефоне посидел, у него эта потребность отпала, и он переключился, отдохнул. Как вы думаете, зачем вообще нужно использовать интерактивные упражнения на уроках? Чтобы внимание включить, когда она начинает теряется. Хорошо. Разнообразить. Разнообразить, да. Это единственное важное в обучении на уроке, потому что все остальное можно достичь за счет самообразования. И давайте посмотрим. Это, конечно, не все цели, но некоторые из них. Две основные я оставила на потом. Во-первых, это изучение новой лексики. Это самое простое, что мы можем сделать с играми, самое доступное. Мы все потом разберем подробнее. Введение в новую тему и знакомство с грамматическими конструкциями. Здесь мне хотелось чуть подробнее остановиться, потому что платформы позволяют нам создать интуитивно понятные упражнения, которые избавляют нас от стресса. И когда ученики делают это задание, мы создаем им ситуацию успеха. И они уже не думают, что тема очень сложная и им недоступна. Они это сделали, думают, о, классно, сейчас мы разберемся. И я знаю по себе, что это работает. Если вы мне позволите, я отвлекусь, расскажу не про язык, но про преподавание. Я училась играть на африканских барабанах, и преподаватель ставила над нами эксперименты. Мы об этом узнали потом. Она давала нам какой-то сложный ритм и говорила, так, ребят, сейчас мы разберем ритм, но он простенький, мы его быстро с вами сделаем. И мы сидели, барабанили, очень быстро его разбирали, запоминали и играли. В другой ситуации она могла сказать, так, сейчас все сосредоточились, ритм сложный, люди всегда страдают, когда его учат. И действительно, кто-то начинал тормозить, и на этот ритм у нас уходило больше времени, чем могло бы уйти. Она нам потом уже рассказала, что это она экспериментировала над нами. И, я думаю, это применимо и к языку тоже, и вообще к любым навыкам. Поэтому я вам потом покажу задание на причастие. Причастие не любят пугать, не только иностранцев, но и носителей. И я покажу, как я вводила учеников в эту тему, и они думали, так, нормально, можно жить, изучаем. Три. Это закрепление и повторение пройденного материала. Чаще это тоже лексика, иногда грамматика. Ну, посмотрим. И две главные, как мне кажется, цели, самые важные для меня. Это смена деятельности, как вы сказали, да, переключение внимания. Особенно это было важно последние два года, в карантинное время, когда почти все уроки у нас были онлайн. В аудитории мы можем распределить по группам, поменять пары, даже они могут двигаться по аудитории, что-то делать вместе руками. Когда занятий онлайн, этой возможности у нас нет. И количество видов деятельности у нас, нам кажется, сокращается. Поэтому такие задания – это способ разнообразить нашу работу. И последнее – вовлечение неактивных учеников. Как вы думаете, по вашему опыту, почему ученики могут быть неактивны на уроке? Слабее, чем основное, потому что он интересный. 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 Да. Ну, плюс ко всему, ученикам могут быть какие-то проблемы дома, на работе, в школе. Да, он может быть устал, он может быть не уверен. Когда ученики выполняют такие задания, во-первых, если ученик стесняется, боится совершить ошибку, он делает это сам, на своем компьютере, никто не увидит, если он сделает эту ошибку. Во-вторых, если он работает в группе, всегда кто-то есть, кто ему поможет. Ну, и в-третьих, это просто весело. Сейчас мы тоже посмотрим. Сейчас очень много платформ, которые мы можем использовать. Честно скажу, я знаю не все, но я расскажу о тех, которые использую, которые мне нравятся. Первое, мое любимое – это Wordwell. Сначала кратко, потом каждую платформу мы разберем. На этой платформе мы отрабатываем в основном лексику и грамматику. Говорение я поставила звездочку, потом тоже увидите, почему, но теоретически можно. Какие-то фразы, не тексты, но можем отрабатывать фразы. Learning Apps – лексика, грамматика и аудирование. Quizlet – классное приложение, но там мы работаем только с лексикой. И Wither нам помогает отрабатывать все аспекты. Если хотите, тоже потом скидывайте презентацию, но можете записаться. Если разрешите, мы разместим это в группе Телеграфа. Да, конечно. Можно поменять слайд? Да. И давайте начнем с моей любимой платформы. А, тут немножко не видно. Слева варианты игр. Например, нижняя игра, она чуть-чуть жестокая и немножко глупая. Там нужно стучать по бедным кротам, на которых написаны правильные ответы. Но это очень увлекательная игра, и даже студенты, медики, экономисты, взрослые люди увлекаются и начинают в нее играть. Так, сначала плюсы этой платформы. Она очень удобная. Там вы можете распределять упражнения по папкам, создавать свои папки, называть их, как хотите, А1 или .ru, что угодно. И это делает поиск легче. Потом вы можете искать задания по ключевому слову и в своей библиотеке, и в библиотеке общей. Это очень удобно, потому что платформа платная. Бесплатно вы можете создать только пять упражнений. Дальше либо вы оформляете подписку, либо ищете и подтаскиваете упражнения, которые делают другие преподаватели с подпиской. Если вы не хотите, чтобы ваши упражнения брали другие преподаватели, вы просто делаете их закрытыми, и их увидят только студенты по ссылке. Это очень красочно и динамично. Сейчас мы тоже посмотрим. Что мне нравится? Можно создавать печатные материалы. И потом вы их скачиваете в формате PDF, распечатываете. Если у вас очный урок, вы можете эти материалы раздать. И минус. Нет таких шаблонов, которые позволяют создавать задания, писать слово, окончание. Нельзя вставлять видео и аудио. Но для этого у нас есть другие платформы. Давайте, если вы хотите, мы посмотрим несколько заданий с этой платформы. Здесь опять слева тоже варианты заданий. И давайте посмотрим, например, это. Мне очень нравится смотреть на реакцию учеников. В зубе же все лица показывают, и тоже сидят серьезные люди, и потом хоп, уже все устали, а тут у нас джунгли. И здесь, например, смотрите, мы играем. Нам нужно соединить трусливый, как и найти. Давайте одну хотя бы найдем. Так, вот, наверное, да. И вот так находит. Вы можете сказать ученикам, что, например, задание трудное или творческое, и не факт, что они найдут все ответы. Но как они думают, пусть используют интуицию. Я им иногда уже говорю, используйте Google. Это все помогает нам, потому что, если они работают в группе, ну ладно, если это у нас все студенты из Латинской Америки, они будут обсуждать на русском только те несколько секунд, когда я войду к ним в зал в зубе. Все остальное время они будут переключаться на испанский. Но если у нас группа интернациональная, как во многих университетах на подфаке, они будут обсуждать между собой по-русски. И это еще дополнительная работа, и это тоже идет нам на пользу. Так, это можно убрать. А, ну вот я вам покажу, как мы делим на папки. У меня тут беспорядок, извините. Но вот, например, да, и чтобы было удобно, сегодня я сделала такую папку для конференции. Все здесь. Вот предчастие. И тоже посмотрите. Люди еще не знают, что такое предчастие, когда мы их используем. Но весь текст слева они уже могут понять. И они могут, конечно, объединить. Да, например, рисующий мужчина, это... Где у нас мужчина, который рисует? Да, и все. Они уже имеют представление, зачем нам нужны причастия, и мы можем переходить дальше к теме. Так, в конце тоже есть таблица, и студенты могут писать свое имя. Например, да, давайте что-нибудь напишем. Здесь вы можете, вот, наши ученики, которые делали это задание. И они могут смотреть, кто сделал быстрее. Они тоже соревновательный этот дух, иногда помогают. Ну, я не работаю с детками, не знаю, к счастью или к сожалению, у меня студенты и люди старше. Поэтому... А, делки-то уменьшают. Да, они ждут после урока. Так, и вот еще я работала с медиками, и я говорила, что можно повторять лексику, и эти же упражнения работают на поиск лексики. Если вы дадите им новые слова и скажете, теперь ищите их в словаре. Они могут это сделать, но они могут это сделать чуть-чуть веселее. Да, и опять же в группе один нашел одно слово, другое, другое. Они все это проговорили, задание сделали быстрее. Мы ничего не потеряли от урока, не потеряли время зря. Вот здесь тоже они соединяют. Левая почка, правая почка и так далее. Я училась вместе со своими медиками. Да, конечно, конечно. Да. Так, и по-моему, у меня была еще одна... Ой, еще один пример. Да, вот последний. Почему я написала говорение со звездочкой? Потому что здесь мы можем какие-то небольшие фразы воспроизводить. Еще один плюс, вы можете составлять задания под свою группу. Вы знаете, когда вы уже знакомы с группой, вы знаете, как можно пошутить над этим учеником. Какую фразу составить, чтобы этому ученику было смешно. И, например, это я тоже делала для своей группы. Был студент, который никогда не включал камеру. Был студент, который жил в интернете. Был студент, который боялся собак и так далее. И вот для них, да, я делала эти фразы. И они друг от друга сочиняли, например. Да, ну вот как раз. Если бы дайнер всегда включал камеру. И другой студент про дайнера должен был сказать, что было бы тогда. Да? И так далее. Давайте еще одно посмотрим. Здесь тоже такой эффект неожиданности. И они думают, что же мне попадется. Да, и про кого. А если бы у Кристины была собака. И так далее. Платформа очень интуитивно удобная. И не надо никаких навыков, чтобы создавать задания. Здесь... Так, ну я не вошла, я, наверное, не смогу. Но... А там всего 5 навсегда или 5 заданий только в год? Нет, они есть навсегда, да. Но подписка стоит... 95 внуто, это сколько долларов? И у меня на секунду... 4,5. 4,5 доллара в месяц. Это максимум. Можно 65-53 доллара в месяц. То есть, это терпимо. В крайнем случае, вы можете оформить подписку на двоих. Меня не слышат создатели платформы. Или оформить, оплатить один месяц, делать много заданий и пользоваться ими. Ну, вариантов много. Но это того стоит, честно говорю. Это и студентам интереснее, мне легче так проводить уроки. Это не только онлайн занятия. Потому что есть ученики, которым, знаете, некогда делать домашнее задание. Лень, они не могут, что угодно. Но даже эти ученики... У меня есть ученик, он очень много работает. Но... И он не выполняет домашнее задание. Письменно, устно, никак. Если я ему отправлю 10 ссылок, 20 ссылок, он это сделает. Поэтому, да, даже в пробке стоишь, обедаешь, где угодно. Одна минута ты потыкал, что-то повторил. Все равно это не зря. Да. И... Давайте посмотрим следующую платформу. Learning Apps. Ой, здесь я забыла. Ставите еще одну картинку. Но... Эта платформа чуть строже. У нее больше возможностей. Здесь мы отрабатываем вообще все виды речевой деятельности. Здесь можно добавлять аудио, видео. Можно вписывать слова, предложения, большие тексты. И по сравнению с WordWall, здесь посмотрите вот на этой картинке. WordWall мы тоже видим с предчастиями, можно соединять. Но большие тексты там совершенно сложно читать. Мы не можем очень мелко здесь, нормально, здесь могут соединять. И сразу они видят, где у них ошибки, они могут тут же переделать. Минусы. Это дизайн. Ну, это тоже такой не страшный минус, потому что, ну, да, чуть-чуть скучновато, не так красочно, но нормально. И давайте посмотрим. Вот я делала такое задание. Я люблю работать с песнями. И здесь ребятам нужно было слушать песню. Я вставила видео. И здесь же вписывайте слова. Потом они видят правильные ответы. Песня воспроизводится. И мы делали тоже для медиков. Здесь нужно было вписывать слова. Мы отрабатывали второй падеж. Вид чего? Вид шнура. И мы пишем. Ой. Ладно, не ползет, но, в общем, мы пишем. И если ответы неправильные, они тоже подсвечиваются красным. Студент возвращается и переделывает. Эта платформа тоже неплохая. Какие у нее плюсы? Здесь мы тоже можем тренировать все виды речевой деятельности. Здесь разнообразные шаблоны. Тоже видите, какие они красочные. Здесь преподавателю видны ошибки ученика. На WorldWall вы только видите результат и время, которое потратили на работу. Вызор показывает, где именно наш их все ученик. И эта платформа очень удобна, когда преподаватель занят. Ну, знаете, иногда вдруг пришлось внезапно отменить урок, а хочется, чтобы ученик все равно позанимался. Или нужно выйти, а группа уже сидит в аудитории. И вы прямо на весь урок можете дать ему задание. Сейчас я покажу, какое я делала. Минусы упражнения очень громоздкие. Сейчас тоже увидим, почему. И ученики должны вводить код. На мой взгляд, это вообще не проблема, потому что код — это последние шесть символов ссылки. Но сколько бы я не повторяла это, в каждой группе найдется ученик, который напишет, «Учитель, а какой код?» И отправляем, ничего. И вот, например, я здесь себе выписала, потому что его не видно. И давайте посмотрим. Вот такой урок я делала. Здесь всегда важно ввести, не знаю почему, имя и фамилию. Любые два слова, но два. И код, который мы скопировали. А почему? Попробуем. Иногда он не принимает имя, ему не нравится. А можно мне войти в Google аккаунт? Спользуйтесь, да? Попробуем. Ну вот. А как у собаку, ты стоишь, альцикл? 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 Так, как же нам обойти? Собаку? Да. Вы откройте другую окну и пишите, а вам выпадет, скопируйте. Хорошая идея. Просто я хочу вам показать. Это полноценный урок на 90 минут. И этот урок, для этого урока студент вообще во мне не нуждается. Смотрите, что я имела в виду, когда говорила, что задание громоздкие. Если я хочу соединить слово, иногда мне приходится вот так прокручивать. Это, конечно, неудобно. Но здесь я могу поработать с лексикой. Студент может сразу отработать новые слова. Может опять с глаголами поработать, с грамматикой. Здесь он может и написать текст, или записать аудио, как вы ему скажете или как он захочется. Работаем с текстом, отвечаем на вопросы. Здесь опять можем соединить, посмотреть видео, выбрать правильное или неправильное. Писать. То есть здесь очень много форм работы. Единственный минус – это вот масштаб. И опять же, и здесь вы видите ошибки, вы можете дать обратную связь. В конце студент отправляет вам, нажимает на самолет, и все. Вот такая платформа. И здесь тоже вы можете смотреть и заимствовать материалы других преподавателей. Это была статья о бабушке. К сожалению, она пару лет назад умерла. Это пенсионерка, которой было 80 с чем-то лет, и она путешествовала за границу. Я люблю тексты о интересных старичках. У меня серия уроков. И вот он откроется. Это текст практически не адаптированный. Мы его брали на В1. И вот у нас это милая бабушка. Бабушек любят почти так же, как котиков на уроках, поэтому безкройкостный вариант. И есть видео новостное, посложнее для более сильных студентов. Есть видео более медленной речи с субтитрами для тех, кто еще не так силен. И, в общем, классный материал. Повезу найти. Так. И последняя платформа нам осталась. Он мой. Да. Ой. Да. Я думаю, это самая известная. Наверное, вы с ней, может быть, работали в качестве преподавателя или в качестве ученика. И так выяснили. Здесь мы можем работать только с лексикой. И для чего мы можем использовать? Для повторения слов. Очень удобно проводить срезы, потому что мы тоже видим ошибки и время, которое ученики потратили. Потому что иногда мы отправляем, говорим, это контрольная работа. Либо у вас 2 минуты, и если мы видим, что человек нам отправляет через 5 минут, значит, понятно, он гуглил, что-то искал в тетради, он сделал это не сам. Либо он выполнит за 2 минуты, но отправил через 15 минут. Явно это не первая его попытка. То есть, такой инструмент контролировать ребят. И это очень азартно. Сейчас мы с вами увидим. Минусы это его ограниченность, только лексика. Но для других аспектов мы увидели, есть другие платформы. Сейчас мы попробуем. Последнее, что скажу, это тоже кузит. Очень важно помогать ученикам использовать весь инструментарий. Потому что я заметила, когда ты отправляешь ссылку, они работают только с карточками. Русский, испанский или русский, картинка. Но посмотрите, у нас есть еще 6 видов работы. А если это телефон, то там еще одна или две игры. То есть, ученики должны использовать все. И давайте с вами попробуем. Мне нужна будет ваша помощь, чтобы вы тоже поучаствовали. У меня были ученики, которые учились по вечерам. Группа. Это медики, они работали весь день. И ко мне они приходили уже никакими. У них не было времени. Или они думали, что у них не было времени учить дома слова. И... Ну, я никак не могла их заставить учить дома лексику. На уроке мы тоже не можем повторять, как мы повторяли. Тейбл, стол. Тейбл, стол. Но я начинала урок, пока мы ждем, например, опаздывающих. Мы всегда начинали с такого разогрева. И это очень помогало нам, потому что изо дня в день, например, неделю мы учим эти слова, которые вам труднее всего даются. Все, они уже их более-менее запомнили. И давайте посмотрим. Я здесь уже себе где-то... Открыла сейчас. И смотрите, например... Сначала покажу вам, в принципе, как мы работаем с карточками. Ну, а здесь русский, испанский. Или можем сделать просто русский и картинку. Это мне нравится даже больше без перевода. И раньше здесь еще была хорошая озвучка. Но недавно студент мне отправил, и там как-то нехорошо читать слова. Надо тоже проверять. А мы с вами давайте попробуем. И... Вы когда будете... Если кто-то согласен, мне нужно 3 человека, чтобы сделать задание. И когда будете отвечать, тоже посматривайте на экран, увидите со стороны преподавателя. Это очень увлекательно смотреть. Ну, мне так кажется. Так, смотрите. Сейчас, если вы можете, кто хочет, нужно нам будет отсканировать код. Здесь тоже можно менять языки. Вот. Отсканировать этот код. Получится. Так, у нас уже вот есть ученик. Давайте еще 2 человека хотят. Или вы можете открыть вот этот сайт и ввести потом код. Если хотите, поучаствуйте. Там не важно, правильно или неправильно. Никто не будет видеть ваши ответы. Так. Давайте еще один. С учениками, конечно, проще. Я вам просто копирую ссылку и отправляю. Но сейчас я вам не могу отправить. Так. Ну, давайте еще один. Так. Спасибо. Ну, если хотите, можете подключаться. Готовы? Начинаем? Так. И поехали. Да, смотрите, тоже очень весело. Они всем, каждому ученику дают свое название. И поехали. Тут еще обычно играет такая бодренькая музычка. Вот. Можете смотреть на экран и вы увидите, что видит преподаватель. Потому что преподавателю тоже интересно. Победили аллигаторы. И мне всегда нравится, я вам рассказала, смотреть на лица учеников. И иногда смотришь, у него было уже 9, и хопа, видимо, он ошибся, и он скатился к нулю. И такая трагедия на лице ученика. Они бывают и плачут, дети. Ну, вот мои просто очень эмоциональны. Мои дети плачут, они всегда рыдают, что не первое, второе, не третье место. И еще одна форма, эти две наверху, да, лайф и контроль. Мы можем делать только на уроке с группой. Здесь больше уже такая срезовая форма, и здесь, смотрите, разные формы работы. Нужно ответить правильно или неправильно, потом писать слова, найти ошибку и так далее. Так, вот, если у вас есть какие-то вопросы, здесь мои контакты, можете тоже связываться там. Не знаю, есть ли у кого-то вопросы? Можно задуматься? Сколько времени будет на подготовку одного упражнения? Если это World War, то очень быстро. Ну, не знаю, минут 10, наверное. Конечно, если это научный стиль речи, надо найти картинку, надо самой разобраться, где там седенка, где-то что. Это будет, конечно, займет больше времени, но обычно не так много. Уизлит зависит от количества слов. Там иногда даже уже сама программа, мы выбираем языки, и сама программа предлагает перевод. Уизлит очень много времени. У меня выходит, но там вы видели полноценный урок на 90 минут, поэтому как бы подготовиться к уроку, даже чуть-чуть побольше. Но в целом это не так затратно по времени. Нет, это у нас был проект. У нас был интенсив. Мы занимались 4 часа, и у нас был перерыв, полчаса на еду. Еда была традиционная русская. А, у нас это русский. Борщ. Борщ. Алина, ну ладно, спасибо. Спасибо большое. Огромное счастье вообще видеть и работать с такими спикерами. Это же здорово. Да, мы так долго говорили про то, что я сказал, про гиммификацию, про все это же вот именно из таких простых совсем игрушек и складывается. Коллеги, спасибо вам огромное за сегодняшний день. Мы с вами прощаемся до завтра. Завтра у нас день последний. Сейчас, да, минуточку. Завтра мы целый день говорим о билингвизме. Мы говорим о современной литературе для детей и подростков. И у нас торжественная часть. Поэтому приходите с бантами, тортами. Пожалуйста, вперед. Девушки делают учебник и хотят представить. Завтра. Давайте запланируем на завтра. Вот мы хотим спросить, есть ли время какое-то, чтобы запланировать вот эту манерку. Давайте мы с утра начнем это как раз. Хотите? А потом переключимся и будем уже от билингвизме. Может, это будет и будет специализм. Если это интересно. Это интересно. Это очень интересно. Спасибо большое. Спасибо.